Все, это был мой косяк. Но мы же его там не сохранили, все нормально. Я все удаляю. Ага, давай. Так, мы тут немножечко уже начали было проводить прямой эфир. Попали на страничку Кати Мирошниченко и переключились все-таки на другую страницу. Так, и вот теперь, да, придется мне немножечко начать сначала, потому что я уже начала говорить, тоже немножко не поняла, что у нас было со связью. Ну а сейчас все четко, все мы на месте, поэтому будем делать дизайны, быстрые дизайны, в которых у нас будут с вами, мы прорисуем сегодня с вами элемент. Мы его условно, очень условно, конечно же, называем дырки. Вот такой дырчатый рисунок дырки. Этот элемент у нас входит в базовый курс художественной росписи Азбука Линей. Вот, значит, специально взяла и вот на любых цветах, вот, да, можно взять на любом абсолютно цвете, в любом сочетании абсолютно. Ну и красота вся будет вот именно вот в этом дизайне, именно в этом элементе дырки. Есть такие клиенты, которые не любят вот всякие там цветочки, бабочки, да, фиалочки и так далее. А вот, как бы, многие говорят, у нее все что угодно, только не цветочки. И поэтому мы говорим про абстракцию, да, то есть мы говорим про абстракцию. И сегодня мы с вами ничего не будем прикреплять в плане слайдеров каких-то, да, мы не будем прикреплять наклейки, шармикончики. Мы с вами будем все это рисовать от руки. Так как мы немножко вышли не с той странички в эфир, я еще раз напомню вам о том, что в четверг мы встречаемся в два часа, чтобы делать простые дизайны. И сегодня в течение этого часа буду я с вами, Наталья Коклюгина, инструктор из города Ростова-на-Дону, которая работает в школе Екатерина Мирошниченко. Ну все, я представилась, а то, как бы, немножечко у нас тут произошел маленький конфуз. Так, значит, что мы с вами будем делать? Мы будем, конечно же, рисовать. В основу, как цветное покрытие, мы с вами возьмем сейчас гель-лаки, которые относятся к коллекции Sensations. Мы уже неоднократно брали для работы, значит, ну, делая дизайны, мы неоднократно брали для фона гель-лаки, который относится к этой коллекции. Красивая такая розовая коллекция. Вот у меня тут типсики есть. Шесть оттенков. Не буду их поэтапно складывать по номерам, хотя, в принципе, почему бы и не сложить. Ну да ладно, пусть будет вот так. Немножко хаотично. Все цвета сочетаются друг с другом. Классно смешиваются в градиент. То есть особо, как бы, не нужно усилий прилагать. Очень плавно переходят из одного цвета в другое. Значит, по поводу плотности. Цвета плотные и даже в один слой смотрятся очень плотно, без всяких там пробелов. Вот. И если, например, на какой-то камуфлирующей это будет базе, да, то, конечно же, даже второй раз, в принципе, можно не покрывать. Ну, хотя, в принципе, всегда же мы рекомендуем, да, что на клиентах лучше покрыть два тоненьких слоя. Также в работе у нас сегодня будет участвовать Эмпаста. 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 Гелевая краска без остаточной липкости, которую можно рисовать как под топ, да, то есть можно нарисовать рисунок на цвете и потом перекрыть топом и нарисовать рисунок сверху на топе. То есть, как бы, получается, эта гелевая краска высыхает и не имеет остаточной липкости, она становится глянцевой. И именно поэтому, да, свойства у нее токовы, что можно рисовать на любой готовой поверхности. Причем поверхность может быть как матовая, так и глянцевая. Эмпасту возьмем в работу. Гель-лаки показала, Эмпасту еще. Причем, значит, мы сегодня попробуем сделать декорации. Я уже сказала, что мы не будем брать сегодня в работу ни слайдеры, ни шермиконы. Мы с вами можем сделать декорацию своими руками. Значит, своими руками мы сможем сделать декорацию. Вот это буквально будет там от руки. Мне потребуется вот такая вот бумажка для форм. Видите, вот эти формы крепятся на вот такие бумажки. Вот эта глянцевая сторона нам с вами прямо подойдет для того, чтобы приготовить быструю декорацию на ней. Сейчас мы возьмем кусочек. Как мы с вами это будем делать? Вот смотрите, я взяла именно вот глянцевая сторона, да, такая лощеная сторона. Так, и теперь немножечко возьму буквально капельку масла для кутикулы. Ну, я взяла от Эми, вот у меня тут на столе стоит рояль в кустах. И можно чуть-чуть, буквально чуть-чуть зажирить поверхность. Зажирить и вообще вот взять потом и просто даже вот рукой вытереть, растереть. Таким образом масло для кутикулы по глянцевой стороне бумажки, на которой была до этого форма, чтобы поверхность была так слегка-слегка-слегка зажирена. Даже, можно сказать, практически вытираете все. Вытираете. И теперь мы можем взять и с вами сделать декорацию от руки. Буквально сейчас мы с вами возьмем, ну, разные варианты. Давайте вот так. Так, лампу я подготовила, она у меня работает. Так, и вот смотрите, беру буквально маленькую капельку гель-лака на кончик кисточки и провожу вот так вот тоненький-тоненький слой и на кисточку не давлю. Гель-лак расходится вот на такие дырочки. Видите, вот, чем будет больше дырок всяких, будет намного интересней. И вот эти дырочки мы сейчас сразу с вами поставим и просушим в лампе. Например, взяла светленький цвет. Давайте возьмем какой-нибудь темненький. Ну, например, 382-й. Так, всем доброго дня, приятного просмотра. Да, спасибо, девчата. Итак, еще раз. Бумажка из-под формы чуть-чуть зажирила поверхность. И теперь разными гель-лаками, еле-еле-еле прикасаясь, практически снимая весь материал с кисточки, видите, вот такими вот отдельными прикосновениями делаем вот такую дырчатую систему. Слой не должен быть толстый. И вот эту декорацию, которую мы с вами делаем сейчас практически от руки, конечно же, должна быть тоненькая для того, чтобы мы ее могли положить на цветное покрытие. Ну, пока разговариваю, вот так кисточкой соединяю, чтобы не были не капельки, а именно как дырочки. Так, давайте еще какой-нибудь цвет возьмем, а потом попробуем воспользоваться всеми этими кружевами, которые мы с вами делаем. Еле-еле прикасаясь. Вот такие дырочки просушиваем. Так, пусть пока сохнет у меня в лампе прямо гель-лак на бумажке, да? Возьму еще. Очень прикольно добавить сюда, например, можно какие-нибудь элементы черным цветом добавить, допустим. Немножко зажирила поверхность гель-лаком. Ой, простите, маслом для кутикулы. Вот чуть-чуть буквально вытираю. Специально надела перчатки на обе руки сегодня. Так, и черный гель-лак можно точно так же взять. И вот так вот еле-еле-еле прикасаясь. Видите, вот такая дырчатая система получается у нас. Так вот, взяли, прошлись, соединили. Сейчас посмотрим, какая лучше будет, интереснее какая будет. Мне нужно что-то такое прям кружевное, да, что-то было. Просушиваем в лампе. Так, ну потом посмотрим. Можем, походу, потом еще сделать. Так, ну что, пусть пока сохнет. И вот смотрите, смысл в том, что с бумажки очень легко декорацию, которую мы сделали от руки, видите, она очень легко снимается. И мы ее потом разместим, конечно же, на поверхности цветного покрытия. И вот это, и вот это. Вот мы аккуратненько сейчас отсложим. Очень старый такой, знаете, элемент. Раньше даже цветными гелями так делали. Ну сейчас вот можно как бы гель-лаком, да. Так, пока в сторону уберу. Так, ну какой мы с вами фон сделаем? Давайте, давайте, например, не очень темный, для того, чтобы все у нас было видно. Ну давайте, например, на основе 383-го цвета. Покроем полностью фон. Однотонное покрытие сделаем. Потому что попытаемся усложнить фон, поэтому не будем сейчас сильно много добавлять цветов к фону. Градиент мы уже с этими гель-лаками делали неоднократно в прямом эфире. Так, просушиваем. Так, ну давайте какой-нибудь яркий сделаем, да. Давайте, например, 381-й. 381-й тоже сделаем. Будет у нас однотонное, яркое, одноцветное покрытие. Так, просушиваем. Ну, как положено в лампе, да, 30 секунд. Так, и теперь, чтобы прикрепить, чтобы прикрепить нам на поверхность нашего покрытия, значит, декорацию, которую мы выполнили от руки, да, нам с вами нужно будет покрыть ноготочек слайдер-топом. Слайдер-топ – это он топ с липким слоем. Аккуратненько нанесем на цвет. Тонким слоем. И просушу буквально 10-15 секунд. Здесь делаю аналогично слайдер-топ. Если слайдер-топа нет, можно воспользоваться жидкой базой, нанести базу. У базы тоже очень хорошая дисперсия, на которую также хорошо будет прикрепляться декорация, которую мы выполнили, девчат, своими руками. Можно к этим цветам, к розовым ярким, можно добавить какой-нибудь яркий желтый, например, цвет. А почему бы и нет? Нет, сейчас мы возьмем с вами. Например, 285-й, вот неоновый, да, яркий какой-нибудь цвет взять и точно так же сделать вот сюда тоненьким слоем. Вот так, девчат, аккуратно, еле-еле-еле прикасаясь. Даже толстовато. Толстовато. Сейчас попробуем, чтобы потоньше было. Так, бумажка скручивается, потому что это же из-под форм бумажки, поэтому скручивается. Сейчас посмотрим, чтобы на дырочке разошлось. Попробуем еще. Пока там расходятся на дырочке, еще в одном месте. Так, просушиваем лампы. Так. Ну и теперь, я думаю, что нетрудно будет догадаться, что мы с вами добавим декорацию, которую сделали от руки. Так, вот смотрите, я снимаю с бумажки, очень легко снимается. Такая вот тоненькая. И прикрепляем вот так на задний план. Можно выбрать самое, такое, знаете, как бы ажурное место, да? Не обязательно все целиком приклеивать, а выбрать самое-самое ажурное. Конечно же, мы сейчас подсушим, зафиксируем на поверхности. И, конечно же, ножничками или бафиком уберем все, что нам не нужно. Подсушиваем. Так, и давайте здесь, вот, например, на ярко-розовый цвет, на наш капельку, например, вот так снимаем наше кружево, которое сделали от руки черного цвета на слайдер-топ. Так, прикрепляем. Так. Зафиксируем сейчас на поверхности. Можно, в принципе, лишнее сразу убрать. Можно потом. Ну, просто здесь у меня такой огромный хвост, что, в принципе, можно убрать сразу. Потом мы бафиком с вами уберем все, что нам не нужно. Подсушиваем. Так, возвращаемся к первому варианту. Как раз-таки, да, смотрим, что у нас тут лишнее. Все это дело аккуратненько под кутикулой. Убираем. Убираем со стороны свободного краешка. Обязательно можно взять бафик вот так, чтобы, да, ничего со стороны свободного краешка не торчало. Чтобы не задавать лишнюю толщину на торце. Около кутикулы, конечно же, легче всего будет убрать фрезой, включить машинку на небольшие обороты, да, и почистить там. Так, ну, я предлагаю, как бы, здесь, например, мы будем, не будем больше с вами ничего особо добавлять. Единственное, пришла в голову идея, как обычно, я очень люблю добавлять шермиконы с разными надписями. Мне кажется, что это очень осовременивает любые дизайны, даже очень старые элементы в дизайнах. Сейчас мы с вами добавим. Так, я пока убираю лишнее. Здесь я хочу добавить еще один элемент, который мы с вами сделали. Так, все, убрала бафиком. Вот таким вот образом. Слайдер топ. Клеили на какую-то базу. Ага, Олеся спрашивает у нас. Нет, Олеся, мы клеили на слайдер топ. Это топ с липким слоем, такой технический гель. У нас очень хорошая дисперсионная пленка у него. Мы прикрепляем и слайдеры на него, и вот даже декорации, которые делаем от руки. Вот, ну и говорила я о том только что, что если вдруг нету слайдер топа, можно, конечно же, воспользоваться просто базой. Я думаю, что база у любого мастера есть всегда под руками. Базу нанести, подсушить немножечко и потом прикрепить уже непосредственно декорацию, да, которую мы с вами крепим. Так, ну, хочу еще сюда добавить. Хочу добавить вот этот яркий цвет, который мы с вами сделали. Вот такое кружево, да? Ярко-желтого цвета. Сейчас посмотрим, какой кусочек. Вот этот, я думаю, да, такой красивый получился у нас, ажурный. И мне придется, конечно же, тоненько-тоненько, опять же, чтобы не было лишней толщины. И, конечно же, в любом случае, контролируем, да, промежуточные этапы, чтобы это было все очень тоненько, изящненько, аккуратненько. Не наливаем, а прокрываем очень-очень тонким слоем. Итак, вернусь к разговору о шермиконах, которые с надписями. У нас в компании Эми очень много шермикончиков с разными надписями, которые нам все это дело осовременят. Так, давайте, вот я сейчас вот такой какой-то нашла со словечками разными. Мы сейчас сюда добавим. Как правило, наклеечки мы клеим на Теклос. Что такое Теклос? Теклос это топ без остаточной липкости, да. В любой гелевых системах есть топ без остаточной липкости. Такой же есть у нас, очень универсальный, мягкий довольно-таки и хорошо дружит с любыми гелевыми системами. Тоненький слой Теклоса. Как раз выровняем поверхность. Аккуратненько, тоненько, тоненько. Просушиваем. Так, ну а сюда же прикрепим еще один кусочек. Будет прикольно смотреться, яркая такая вставочка будет. Не хочу, чтобы было. Вот этот элемент, который, видите, вот толстый, да, остался, я его уберу. Так. Так. А сюда добавим чуть ниже продолжение вот этой желтенькой линии. Сейчас. Можно же составить, выбрать самые ажурные места. Вот. Пусть будет вот так. Убираем лишнее. Обязательно подсушиваем. На самом деле, как бы, вот я сейчас подняла голову, значит, интересно получается, пробовать надо. я так делала. Сейчас немножечко. Значит, многие, я думаю, что так пробовали. я думаю, что многие пробовали так делать. На самом деле, как бы делается быстро. Это знаете, пока вот не делаешь в прямом эфире, когда делаешь, тихонечко с клиентом сидишь, на самом деле быстро получается. Когда вот в прямом эфире кажется, что все мешает, и с перепугу забываешь, где тут телефон поправить, и что включить, и что выключить. Так, значит, аккуратненько вот здесь все лишнее. Не дай бог, да, чтобы ничего не торчало, чтобы ваш дизайн. Так, ну вот здесь можно пройтись фрезой около кутикулы, чтобы убрать все лишнее. Вот смотрите, получается довольно-таки так вот ярко. На заднем плане, видите, черное кружево, значит, на переднем плане желтое кружево. Ну, конечно же, мы не будем останавливаться на достигнутом. И перекрываем ноготочек топом. Ну, я воспользуюсь стеклосом, пусть поверхность у меня будет глянцевой. Сюда ничего наклеивать не буду, хотя почему бы и нет. Давайте тыклосом перекроем, а там видно будет. Итак, перекрываем. Мы все просушили, лишнее мы все подпилили, убрали со всех сторон. Элемент выравнивания, да, все равно нам нужно как бы вот здесь по центру, чтобы нигде ничего не торчало, чтобы поверхность была ровненькая. Можно слегка смоделировать, да, поверхность ноготочка. Так, просушиваем. Здесь мы уже просушили, добавим сюда какую-нибудь наклеечку, сильно не будем, как бы, просто буковки бы вот, либо просто зеленые, либо просто черные, либо золотые. Ну ладно, пусть будут белые на черном фоне, они будут хорошо выделяться. я так примерила, примерила, знаете, уже это прикрепляла, это прикрепляла, уже не знаю, что еще прикрепить. Так, аккуратненько, вот так. Это наклейка, она наклеивается на идеально гладкую ровную поверхность, вот, и приклеивается практически насмерть. Даже вот я сейчас хорошо придавила ее, если попробую снять и переклеить на другое место, ничего у меня не получится. Так, ну что, любую наклейку, конечно же, закроем топом, и будем рисовать теперь сверху на готовой поверхности. Просушиваем. Так, ну здесь, если есть желание, конечно, тоже можно, можно какую-нибудь блестяшку добавить. Давайте попробуем. Да, давайте. Я же не слышу, что вы мне отвечаете, поэтому буду спрашивать и говорить сама. Все новое, хорошо забытое, старое, пишет Виктория, и я полностью согласна. На самом деле, так оно и есть. Так, ну давайте вот сюда куда-нибудь там блестяшку приклеим, пусть поблескивает потихонечку. Так, ну и закрываем, естественно, закрываем, поверхность у нас выровнена, все закрыто, все перекрыто, и поверхность готова. Но на самом деле, можно в принципе так и оставить. Можно так и оставить. Но мы, естественно, если так оставить, то будет скучновато. А теперь, если вы вот теперь посмотрите повторно на типсики, которые я показала уже в прямом эфире, смотрите, вот получается на заднем плане, на заднем плане, тут везде сделана вот эта вот раскаточка, да, то есть как бы то, что вот раскатан гель-лак, и на задний план вот эта сеточка наложена. А сверху, на готовой поверхности, нарисованы такой же похожий элемент, дырочки, да, только теперь уже от руки. И можно нарисовать, конечно же, эмпасты. Эмпаста, мы уже говорили сегодня с вами, гелевая краска без остаточной липкости, и можно смело рисовать по готовой поверхности. Чем рисовать? Конечно же, хорошо, когда есть кисточка тоненькая, и в нашем случае у компании Эми есть кисточка 5 дробь 0, черная синтетика и белая синтетика. Смысловую нагрузку кисточки внесут в себя одинаковую, черная синтетика чуть жестче и длиннее, белая синтетика чуть мягче и короче. Ну, не знаю, в разных ситуациях, конечно, мне, например, вензеля рисовать нравится более белой кисточкой, например, там синтетика. Цветочки прорисовывать тоже белая. Вот, например, какие-то геометрические линии, какие-то геометрические построения удобнее все-таки рисовать кисточкой, которая чуть длиннее и пожестче. Она хорошо держит форму и получается даже у девчонок, которые первый раз пробуют рисовать. Итак, значит, мы говорим с вами про элемент, который будем добавлять сверху. Пока у нас с вами промежуточный этап, оба варианта перекрыты топом. Итак, пока мы ничего не рисовали, все это у нас как декорация своими руками. Все. Значит, но прежде, чем мы начнем рисовать, хотелось бы крупно на листочке показать, в чем же смысл, да, в чем смысл нашего рисунка, который мы будем делать, чтобы было понятно, как мы будем его рисовать. Значит, я возьму бумажку, я возьму сейчас кисточку и покажу сначала крупно. Крупно на бумаге, и для того, чтобы было понятно, что мы будем с вами делать. Значит, возьму какой-нибудь гирлочок. Так, ну давайте черный, да, черный, конечно же, лучше всего будет видно. смысл будет в том, что мы будем рисовать с вами дырочки, которые будут между собой соединяться очень плавно, не будет нигде острых углов. То есть, смысл будет вот таким вот образом. Аккуратненько сверху вниз рисую стеночку одной дырочки, да, и дорисовываю ее с другой стороны. Все, одна дырочка у нас с вами есть. Теперь мы прикрепляем к ней, прикрепляем аккуратненько, без прямых углов, следующую. И вот, например, вот здесь вот у меня будет, видите, как бы соединение, как будто бы такой треугольничек, да, обтекаемый. Следующая, да, давайте продолжим, например, вот в эту сторону пойду. вот так вот, следующая дырочка. То есть, видите, соединение, все соединения прорисовываем таким образом, чтобы не было нигде острых углов. Аккуратненько, например, небольшая вот такая, и можно просто сразу уйти на какой-нибудь хвостик. Вот таким вот образом, видите? То есть, все соединения между линией плавные, нигде нету прямых острых углов. И если я захочу просто, например, нарисовать какую-то линию, которая отходит от основной линии, вот в месте соединения тоже получается, мы рисуем вот такой вот треугольничек. Видите? Обтекаемость, да, важна. И это можно делать до бесконечности вот таким вот образом. Аккуратненько. Итак, еще раз повторюсь, этот элемент мы рисуем, у нас проходят курсы, да, в школах, и во многих городах есть представительство, и также курсы проводят. Базовый курс росписи, мы называем это базовый курс росписи азбука линий. Вот. И как раз таки вот эти всякие элементы, которые состоят из линий, мы как раз таки очень в большом количестве рисуем, и вот в том же числе и дырочки, в очень большом количестве рисуем всякие разные, с тонкими линиями, с толстыми линиями, и вот этот элемент мы тоже вспоминаем на художественной росписи. Итак, это то, что мы будем рисовать, да, сейчас по готовой поверхности. Так, убираю с экрана, а рисовать мы будем с вами, конечно же, эмпастой. Эмпастой. Возьму белый рафинад, так, кисточку. Предварительно нужно обязательно промыть в капельке базы. И теперь аккуратненько, ну, я возьму эмпасту, я всегда рисую так, с ноготочка. И давайте протянем там сверху вниз, снизу вверх, неважно, как вы будете это располагать, но на один пальчик добавить очень даже интересно. Так, ну что, вот здесь начну, вот здесь. Форма, конечно же, может быть любой, правильно? Это же могут быть такие более овальные какие-то формы. Это могут быть какие-то кругленькие формы. Или даже какие-нибудь овально-круглокривые формы. Тоже будет интересно смотреться. Так, парочку больших. Самый важный момент это соединение. Вот я беру основную линию, да, и как будто бы такое небольшое ответвление отвожу в сторону и соединяюсь. Можете нарисовать там пару маленьких каких-нибудь дырочек, например, вот здесь хочу присоединиться, вот допустим, раз, перекрыла. Но в любом случае все соединения должны быть очень плавными. Аккуратненько, так. Мне нужно прикрепиться туда наверх, под кутикулу, к краешку ноготочка закрепиться там, чтобы не было такого, что оно вроде как посередине неприкаянно болтается, этот дырчатый такой элемент. Так, прикрепились и уйдем теперь вниз аккуратненько еще одну маленькую дырочку и закончим маленьким тоненьким хвостиком, прорабатывая все соединения. Я думаю, что достаточно, потому что у нас с вами на заднем плане есть дырочки, да, вот эти вот элементы раскатки, которые мы сделали и добавили сверху еще рисунок. Просушиваем в лампе одну-две минуты и уже больше ничем перекрывать не будем. Так, ну и во втором варианте давайте сделаем то же самое. Я вспомнила, что у нас есть замечательный материал, я думаю, что тоже многие знают этот материал, бархатный песок. Вот сейчас можно, например, взять, знаете, вот бархатный песочек, да, профессиональный обор для дизайна ногтей. Многие мастера заменяют бархатный песок акриловой пудрой и, например, рисуют рисунки сверху по готовой поверхности и засыпают пудрой акриловой. Ну, фактура получается, конечно, немножечко другая, но, тем не менее, что-то похожее, в принципе, с бархатным песком, конечно же, есть. Бархатного песка более такая фактура, более такая, видите, крупная, да, такие песчинки. Это гель, который заполимеризовали, грубо говоря, прокрутили на мясорубке. И он у нас одного цвета продается, он беленький вот такой, сейчас я, это вот упаковочка, сейчас я покажу, в упаковочке, вон там есть коробочка, в которой лежит пакетик с песочком. Сейчас я открою, девчат, неудобно. Коробочка, бархатный песочек, видите, вот тут на фотографии, как бы, виден рисунок, который нарисован сверху по готовой поверхности и засыпан песочком, и песок вместе с гелем просушен в лампе. В набор входит пластиковая там карточка такая, которую можно писать, насыпать песочек, песочек непосредственно, вот там, видите, в пакетике лежит, вот так лучше видно, и щеточка. Я не буду открывать новую упаковку, у меня просто есть песочек в коробочке, я попытаюсь сейчас показать на экран, как он выглядит в сыпучем состоянии. как всегда на столе. Сейчас, секундочку. Я же его приготовила, чтобы показать. Ага, ну, здесь, Ксюша, коробочка водоная с песочком, а видишь, с краю, с краю на шкафу, ага, вот здесь, вот прям уже в руках, правее, правее, левее, правее, правее. Шкаф, белый шкаф. Так, есть у меня просто открытая коробочка, чтобы не открывать. Видите, вот он, такое состояние у него, как у манной крупы. И вот мы, например, сейчас можем наш элемент нарисовать и добавить в работу еще и бархатный песочек. Значит, песочек насыпается прямо на мокрую гелевую краску. Ну, по большому счету, можно сыпать, конечно, и на гель-лак, и на импасту, но лучше всего насыпать на гелевую краску. Она не такая густая, как импаста, и не такая жидкая, как гель-лак. Ну, и опять же, всем известный альпийский снег. Альпийский снег. Значит, есть гелевая краска в баночках, есть гелевая краска в тюбике, в тюбике 10-граммовый тюбик, а в баночке 5-граммовый. Можно, например, нарисовать рисунок альпийским снегом, этой гелевой краской, и засыпать песочком, то есть он будет дольше, дольше, он легче, лучше будет, как бы, скажем так, тонуть в гель, и эффект бархатного песочка будет сохраняться на гелевой краске намного дольше, нежели на гель-лаке или на импасте. Вот. Значит, и мы сейчас с вами прорисуем еще раз элемент, про который сегодня вот уже говорим в течение 40 минут. Вот. И засыпем его песочком, а потом просушим. Так, ну что, возьмем теперь гелевую красочку. Так, так же на пальчик как импасту. Кисточка по-прежнему тоненькая, 5 дробь 0. И теперь рисуем рисунок, на который будем насыпать бархатный песок. И будем сушить рисунок вместе с бархатным песочком. Итак, ну давайте, где мы сейчас добавим? Это нам на самом деле, давайте вот так, мы не будем обращать внимание на наш фон. Фон это фон. То есть на фоне нашего вот этого ярко-розового цвета из коллекции Сенсейшн, плюс декорации, которые мы с вами сделали от руки. И сверху по готовой поверхности. Понятно, что каждый элемент может жить отдельно, правильно? Не обязательно фон накладывать, да плюс еще рисунок сверху делать. Просто вы каждый элемент можете в дизайнах добавлять как бы отдельно, независимо друг от друга. Задний план, передний план. Так, давайте вот сюда, например, добавим что-нибудь, какое-нибудь, так, чтобы более ажурно было. Сейчас парочку маленьких таких вот дырочек. Самое главное, помним, про соединение между линиями, да, нигде нету острых углов. все плавное, знаете, как пена получается, да, такое, как мыльное что-то, так, вот сюда утянем хвостик, мыльные пузыри, прикрепленные друг к дружке. Так, ну давайте, хотите, еще добавим сверху, почему бы и нет. Прикрепляемся, не будем много, чтобы у нас и задний план был виден. Все соединения между линиями должны быть плавными, плавными, аккуратными. Так, ну а теперь возьмем бархатный песочек, вот он у меня тут стоит, и посыпем на него на рисуночек, да, возьму типсик перевернутый, вот так. Когда вы насыпаете бархатный песок, нужно сделать так, чтобы вы пару-тройку раз, да, просыпали, каждый предыдущий слой прибивается последующим слоем, или, как скажем, каждый последующий прибывает предыдущий, чтобы хорошо гель наполнился песочком, вот так вот сверху, и не трогаем, абсолютно не трогаем, да, просушиваем в лампе, и лучше всего просушить одну-две минутки, лучше, конечно, две, чем одну, в любом случае, потому что все равно песок, как бы же, он получается, как бы застрял в геле, да, и процесс полимеризации, конечно же, затрудняется, поэтому просушим чуть подольше. Ну, а пока просыхает, вернемся вот сюда, добавим типсик, вот сюда, к этим типсикам, чтобы было видно, да, на экране получился такой более, более крупный вариант, зато как бы хорошо видно вот эти все моменты соединений, за счет этих соединений между линиями этот элемент смотрится прикольно. Так, когда пройдет одну-две минутки, мы, конечно же, с вами возьмем наш второй вариант, сейчас мы его сюда тоже разместим, так, обязательно нужна будет щеточка, и она входит в набор. В первом варианте мы рисовали с вами эмпастой, ничем не нагружали сверху, а здесь такой, знаете, получается такой бархатистый эффект, рисовала гелевой краской, он, конечно, гелевая краска чуть гуще, чем эмпаста, вот, ну и тем не менее, песок наполняет гель хорошо, высох вместе с гелем, и получается такой бархатная структура, фактура, получается бархатная. Я сейчас попробую увеличить экран, вот так, видно, то есть фактура получается такая, бархатная. Я так и делала, очень быстро, классный дизайн получается, да, значит, все новое, хорошо забытое, старое, согласна, это же можно и с пудрой, да, Татьяна, я, в принципе, говорила, что эффект, значит, бархатного песка многие делают с помощью акриловой пудры, просто фактура у пудрочки, она такая, более мелкая, да, оно не так, не так зернисто, не так крупно видно, вот, конечно же, видно лучше, эффект сохраняется дольше. Так, ну а мы с вами вот сюда сейчас прикрепим. Наша задача сегодня была поработать с гель-лаками, которые относятся к коллекции Сенсейшн, еще раз напомнить о том, что есть красивучие розовые оттеночки, вот они вот так, оп, вот, ну а так как элемент, который мы сегодня с вами вспомнили, из прошлой моей жизни, конечно же, инструкторской, вот, элементы нарисовали именно вот с дырочками, да, вот такие вот прикольные, поэтому цвет фона, по большому счету, может быть абсолютно любым, конечно же, ну, как показано на этих примерах. Ну, что же, в принципе, мы сегодня все нарисовали, я надеюсь, что какое-то вдохновение, может, кто-то вспомнил, кто-то наоборот увидел в этом что-то новое. Девчат, всем удачи, всем творческого полета, и, конечно же, побольше всем денежных клиентов. Всем удачи, до свидания и до следующего четверга. До свидания.